добрый день или вечер уважаемые коллеги прошу написать в чате видно слышно все ли хорошо со связью потому что сейчас первой попытки не получилось пожалуйста поставьте в чате плюсики если все отлично так видно и слышно хорошо так все плюсики пошли отлично не будем терять время разрешите еще раз всех поприветствовать меня зовут словохотов кирилл павлович преподаватель английского немецкого языка город смоленск автор пособий по грамматике и по фонетике английского языка так ну вот пишет лейла вижу в чате нет звука только у меня вроде остальные пишут все хорошо поэтому попробуйте просто еще разочек переподключиться если есть какие-то технические проблемы может быть еще кто-то напишет что все хорошо плюсики поставьте не ленитесь в чат так ну давайте я открою презентацию чтобы мы уже могли да все все хорошо так я сейчас поделюсь презентации своим экраном и будем начинать так я пока открываю всегда приветствуются вопросы какие-то идеи в чате я это стараюсь читать и поэтому будет все намного интереснее если вы что-то будете со своей стороны тоже писать так тема сегодняшней презентации звучит как the present perfect крепкий орешек английской грамматики почему эту тему я выбрал наверное в первую очередь потому что на нее приходится огромное количество ошибок как в рамках обычного учебного процесса так и в рамках подготовки и сдачи экзаменов как я думаю все вы уже с этим сталкивались о г е г люди просто не видят present perfect ну и естественно эти же ошибки проявляются не только в письменной а и в устной речи и но основная трудность состоит в том что в русском просто нет аналога да то есть мы имеем всего три времени три временных формы но если брать естественно совершенно несовершенный вид глагола конечно приближение к английской системе времен но тем не менее большие очень различия поэтому сегодня вот мы поговорим про про present perfect настоящее совершенное время самое первое исходное такое положение на котором надо остановиться то что люди ученики любого возраста имеют слабое представление о вида временной системе английского языка и когда начинаешь работать с какими-то новыми группами с новыми учащимися просто задается вопрос такой а насколько вы знакомы в общем-то системой времен английского глагола ну и они начинают я всегда это сравниваю с вылавливаем чего-то в супе в каком-то бульоне вот они вытаскивают просто название да я знаю там я слышал present continuous ok а я слышал там future perfect а я слышал по simple но это все находится в каком-то вот хаосе буквально и расставляется это все по своим местам очень просто раньше вот ну по крайней мере была такая практика в школе на разных предметах мы говорим не только о английском языке а вообще в целом ну например урок биологии на и вот учитель высова вызывал учеников там прошли они тему какую-то клетка например и вот в течение этого учебного года он вызывал и просил так иванов вот выйди нарисуй структуру клетки да объясни что к чему и принципе люди со временем запоминали как устроена клетка в биологии или в геометрии или еще где-то то же самое мы можем сделать по английскому то есть чтобы они это помнили поняли и запомнили и осознали что всего три умножаем на 4 4 разновидности да то что мы называем эспект пас present и future и уже потом у них у этих групп надо находить выявлять какие-то общности и тогда все становится гораздо проще все становится на свои места вот и сегодня то есть можно просто вызывать учеников потом когда мы это уже объяснили прошли ну понятно не на каждом занятии а просто с какими-то интервалами а помните ли вы еще эту систему времен вот выйди и накидай быстренько да и вот сегодня мы прошли например такую-то тему такую-то временную форму чтобы про нее помните далее когда мы говорим о любой временной форме мы должны знать всего три пункта то есть английский язык в силу своей аналитичности укладывается вот логика любой вреда временной формы всего в три пункта как она образуется это достаточно знать просто табличку или схем куда вы через эту буковку в которая реализуется формы глагола до объяснить когда употребляется и ученики должны понимать что у некоторых форм есть несколько случаев употребления тот же самый present continuous present perfect о чем мы больше позже поговорим вот это очень важно подчеркнуть чтобы это отлетало от зубов и слова-указатели таймак из таким образом знаю вот эти три пункта мы вырабатываем навык употребления и тоже на что следует обратить внимание я всегда спрашиваю учеников по русскому учите правила учим по математике учим учим по физике учим по геометрии по английскому учим а по английскому оно должно все само прийти да вот такое почему-то ожидания именно касающиеся английского языка так вы по английскому получите тоже эти правила и попытайтесь их воспроизвести это поможет вот от этого надо отталкиваться ну и прежде чем мы пойдем дальше я вот такую немножечко разбавим юмористической картинкой ну юмористической понятно в какого-то плане лежит это отрывок из не отрывок а пара страничек из учебника это год 1873 да у меня вот закрыто немножко тут вы видите на презентации как изучали английский язык не так давно 1873 это не 300 не 500 лет назад вот так преподавался английский язык немецких школах и люди в общем-то осваивали вот пример того где надо просто включить какие-то включить свою память да и и постараться запомнить но сейчас конечно нам кажется это просто перегибанием палки но тем не менее было такой подход поэтому когда ученики жалуются сейчас что нам надо запомнить правило нам надо что-то выучить посмотрите что имели ваши предшественники вот в 1873 году где даны все формы но у них немножечко другие названия до в плане теории президента эффектом до композитом и так далее но тем не менее здесь перечислены практически все формы глагола и соответственно был дан там рейгель месси гэсфер правильный глагол до регила и неправильная и вот на основе этой уже строилась вся дальнейшая работа с английским языком и никто не жаловался ни учителя ни ученики а поэтому то что мы сейчас имеем методическую систему такую хорошо разработанную просто надо ее задействовать и ученикам объяснять что все таки надо поднапрячься чтобы понять временную форму ученик как и в любом другом предмете должен знать каково ее практическое применение соответственно необходимо смоделировать как можно больше речевых ситуаций включающих себя рассматриваемую временную форму действительно для чего мы учим английский язык это не должно быть от for our sake искусство ради искусства а искусство это английского языка говорить писать читать на нем слушать должно находить какой-то практический выход практическое применение ну и соответственно мы сегодня уже не будем в рамках этого вебинара говорить о мотивации я ранее когда-то они говорил вот но практическое применение то есть надо видеть как это может пригодиться в повседневности будущей профессии в реализации каких-то своих хобби и интересов ну одной из мотивации может служить хотя бы сравнение количества информации на русском языке в том же самом интернете и на английском занимается человек живописью рисунков но представьте сколько какой доступ как какому количеству материалов он будет иметь даже для своего хобби или там какие-то до точной науки человека интересуют и так далее и здесь мы говорим о двух видах работы о рецептивной и продуктивной рецептивно включает себя чтение и аудирование как мы знаем а продуктивное письмо и говорили и вот дальше мы уже будем рассматривать более подробно это все the present perfect как проще это подать это такая квинтэссенция выжимка вот этого правила которое желательно запомнить три основных момента которые мы видим ну или три основных ситуаций в которых present perfect употребляется первое результат действия в прошлом связанные с настоящим при этом точное время действия неизвестно в том числе когда мы сообщаем новости нам не важен момент в прошлом момент это past всегда так я объясняю а когда нету четкого указателя указателя на время тогда соответственно это уже ближе к present perfect то есть мы сообщаем новости например she has passed her exams она сдала экзамены важно важно далее действие которое имеет значение для текущего периода в том числе и когда имеется в виду вся жизнь человека я не случайно вот это вот правило даю на экране потому что потом мы перейдем уже конкретным примером которые вызывают проблемы учащихся текущий период этот месяц этот год или даже вся жизнь человека на что мы спрашиваем have you ever watched titanic или the titanic да фильм когда-нибудь кто-то смотрел титане имеем ввиду всю жизнь свой предыдущий опыт два примерчика полкознот визит от any museums this year he has not or has never read vanity fair никогда не читал ярмарку тщеславия в своей жизни третий пункт период времени до настоящего момента где больше важен результат но это в том случае если уже учащиеся знают что такое present perfect continuous например при повторении при сравнении на вот потому что если мы только знаем present perfect вот этот пример том has lived in Barcelona for 20 years вызывает довольно много вопросов потому что мы можем здесь и present perfect continuous и present perfect но обычно я объясняю так что если больше результат например он прожил в барселоне 20 лет он знает город как свои пять пальцев тогда мы скажем present perfect а если мы хотим подчеркнуть длительность что вот он 20 лет здесь живет тогда это будет present perfect continuous хотя некоторые грамматики говорят что здесь практически разницы нет далее как я уже сказал три третий пункт это time markers слова спутники временные маркеры и так далее некоторые из них у всех на слуху just already yet это более-менее садится ну понятно что надо объяснить что в плюсах что в минусах что в вопросах recently lately тоже более-менее ever never здесь уже возникают у нас вопросы а почему мы never употребляем собственно the present perfect когда мы его эффективно употребляем в present simple изначально и вот здесь вот мы тоже надо это обязательно по каждому указателю пройтись и отметить разницу что есть never как результат что кто-то никогда чего-то не делал либо же регулярность present simple so far вот это слово вызывает вопросы то есть как правило оно не зафиксировано в голове и нету никакой взаимосвязи с present perfect учащихся тоже надо обязательно отработать always такая же самая ситуация как с never всегда если мы имеем ввиду период жизни результат тогда то эффект если регулярность значит present simple или же например из the first second time вроде бы как в жизни мы это не слишком часто употребляем вот она первый раз сегодня проехала на лошади но на экзаменах в любых форматах в углу игры это довольно часто попадается из the first time she has ridden и хорс и далее for и since указатели отдельным пунктом я вынес неочевидные непрямые указатели выделено красным вот это как раз то что вызывает проблемы на экзаменах и отдельным пунктом то что мало встречается в учебниках я вынес никогда не употребляется в вопросах с вен то есть тоже надо донести до учащихся что разграничиваем по simple и present perfect вен это всегда точка точка на какой-то на временной шкале в прошлом которая уже отсечена можно это тоже какой-то волнистой линии до показать подрисовать от настоящего момента времени момента речи далее я привел несколько вариантов объяснения the present perfect в зарубежных учебниках и вот здесь нам можно подумать являются ли эти эти варианты объяснения helpful or misleading скажем так потому что кого-то они наверное запутают кому-то наоборот помогут далее ну давайте посмотрим просто я думаю что всем хорошо видно я попытался увеличить максимально present perfect смотрите как интересно we think about the past and the present together when we think about the past and present together we normally use the present perfect i've written to john so he knows what's happening now я написал джону поэтому он знает что сейчас происходит и действительно как бы мы совмещаем вот глаз да смотрим сразу в два направления i've made a cake would you like some look i've bought a new dress и такая вот схемочка идет finished action letter yesterday письмо да вчера было present perfect i've written to john present john knows now ну здесь yesterday можно было не указывать просто что когда-то это было написано или в сравнении simple past simple past we think only about the past not the present when we think only about the past we most often use the simple past my grandfather wrote me a lot of letters почему здесь написано в past simple тоже анализируем вот на первом этапе пока происходит подача этого материала грамматического лучше каждый пример разжевать даже не только примеры present perfect но и в past simple дедушка в этом примере уже указано умер поэтому соответственно когда он был жив он написал много писем но я привожу такой всегда пример что he has traveled a lot если этот человек жив мы имеем ввиду всю его жизнь а если мы говорим про толстого например который умер больше ста лет назад мы скажем he traveled a lot и вот это как-то расставляет все на свои места ну и тут еще есть пара примеров их уже прочитывать не будем следующий слайд тоже из зарубежных учебников present perfect and simple past news and details посмотрите да как интересно подана схемка when we first give news we often use the present perfect то есть для сообщения новостей past means finished action and now news now a plane has crashed in yorkshire самолет разбился новость часто надо сказать что встречаем заголовка или the prime minister has met business leaders тоже политическое событие мэри has gone to australia уехала но это уже не международное значение но по крайней мере в масштабах какой-то группы мэри это важно или айфон дюк если эти ключи искали несколько дней и и уже потом мы можем продолжить про самолет it came down in a field outside york на поле да упал they talked for four hours she left last night то есть когда мы добавляем какие-то детали и такое примечание we don't normally use the present perfect when we give or ask about a finish time joe has left home or joe left home last week but not joe has left home last week ну вот такое взаимоисключающие вещи да то есть когда мы говорим past это past present это present и очень важно подчеркнуть формальность английского языка даже в данном случае что по-русски например если мы скажем я видел его пять минут назад и я только что видел его это в принципе одно и то же пять минут назад и только что а в английском формальность заставляет нас использовать разные временные формы и go at a i saw him five minutes ago или i have just seen him если это только что то есть учащиеся должны научиться видеть эту разграничивающую черту разрез отделяющий past от present ну и дальше я привожу слайды с теми типами упражнений которые наиболее эффективны для того чтобы научить учащихся понимать смысл present perfect именно в таком порядке вот они поддаются то есть это компиляция из нескольких учебников из нескольких пособий и потом я покажу еще как я это делаю в своих двух пособиях в самом конце вот такое упражнение в начале посмотрим на глаголы и всегда очень хорошо в английском языке и в любом другом языке срабатывает визуализация то есть надо попросить учащихся любого возраста неважно маленьких средних старших вообще каких-то взрослых до визуализировать представить эту ситуацию приходит вот этот джон уэлс домой и его семья начинает там сколько этих у него членов семьи они все наперебой начинают ему что-то рассказывать давайте посмотрим на глаголы кам пришел дай умер и съел кто-то файн нашел голову ушел стил украл win выиграл прежде чем переходить давайте вспомним три формы глаголов да вот этих проговорили да можно в каком-то формате там по цепочке или просто поднимите руку или еще разные методы фронтальной работы есть вспомнили и начинаем переходить ага давайте поищем можно там минутку дать поищите что вы сюда вставить потому что все однозначно и вот визуализируйте hello dear например его жена говорит we have found oil in the garden нашли в саду нефть ну понятно что здесь некоторые приложения преувеличенные и юмористические юмористический характер имеет но тем не менее да вот копали там нашли нефть в саду здорово да посмеялись там все или первое предложение пошло dead the cat что кошка сделала с ужином тоже представьте да что кошка все там там его мама приготовила она все съем и этим мы покажем связь с настоящим то есть важность действия для текущего момента и последнее тут такое печальное предложение the goldfish с дает рыбка вон она плавает ну в общем довольно приятный формат упражнения чтобы подойти как-то к пониманию present perfect и таких упражнений можно найти в разных учебниках очень большое количество желательно чтобы конечно была какая-то графика потом я на этом тоже попозже остановлюсь опять же следующая визуализация match the pictures one to six with the sentences a to f довольно простое упражнение опять можно вспомнить формы глагола да проговорить здесь у нас уже написано 3 а давайте мы возьмем и напишем все три break broke broken leave left left и так далее все здорово хорошо соотнесите i broke my pencil да я сломала карандаш тогда и там сломал i've left my homework at home какая ситуация и так далее и сразу же можно попросить этих же учащихся придумать свои предложения вот смотрите да это сломала карандаш девочка попробуйте придумать что у вас сейчас произошло при этом неважно работа в классе ведется или индивидуально или какой-то мини-группе четыре человека перед вами сидят 21 можно этим заинтересовать вот придумай сидит мини-группа там четыре человека придумайте каждый по одному предложению что у вас сегодня например произошло или там за последнюю неделю или вот сейчас прямо и все они чего-то вспомнить что-то они придумают и если кто-то придумал допустим неудачный пример ну глагол может быть не очень хорошо этот present perfect зайдет именно семантически ну тогда может учитель немножко поправить и в какой-то правильное русло направить этого человека далее такой же формат read next list of things to do a to-do list for his holiday что вот он запланировал и здесь мы уже применяем свои знания то есть строим полноценное предложение вопроса до формат вопрос всегда когда мы работаем с любой временной формы очень важно соблюдать на работу с тремя модусами с плюсами минусами и вопросами то есть чтобы их было примерно равное количество потому что плюсы мы научились говорить о вопросы в реальной речи или в письменной или в каком-то там формате чата задать уже проблема до переставить этот несчастных фказ на первое место поэтому это тоже очень важно и почему посмотрели что он сделал для своего отпуска что он успел уже сделать отель book the hotel check the timetable и так далее далее мы можем переходить уже к более таким объемным упражнениям например чувство correct response from the following page левая правая часть соотносим цифры с буквами чем такие упражнения всегда хороши также как substitutional tables тем что человек пока выполнят это упражнение он проработает эту лексику несколько раз не один раз что мы просто там поставили буковку а он это прочитает все и в мозг запишутся эти формы у него подсознательно subconsciously да он это вот как-то усвоит что-то непонятно не сто процентов ну какой-то объем зайдет голову почему потому что к некоторым будут подходить несколько вариантов мы сейчас естественно делать не будем допустим там третьему подойдет двери даже может быть три буквы а потом все расставится по своим местам и вот с этим очень важно поработать и каждое предложение уже когда выполнили либо это в классе выполнили либо дома проанализировать вот почему возникли ли у вас какие-то вопросы объясните да можно выборочно например там четыре мы поставили там с какой-то буковкой соединили а почему здесь использована вот это вот present perfect именно объяснить то есть надо все 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 объяснять на первом этапе далее еще варианты с работы с present perfect сам hasn't seen john for a long time опять моделируем ситуацию опять визуализируем he wants to know what john has done since the last night in pairs ask and answer questions using the prompts below as in the example человек давно не видел другого там своего друга и вот он хочет выяснить что произошло за этот период времени не видел там его полгода вот что за шесть месяцев произошло have you found a new job опять вопросы реальная ситуация коммуникации have you bought a bigger car have you moved house и так далее ну и опять же такое же примерно упражнение цифры с буквами соотнести опять все это лучше объяснить микро диалоги то есть лучше всегда переходить от более мелких единиц к более крупным ну что я имею ввиду здесь present perfect даже можно работать со словосочетаниями например когда мы работаем с for и since проблема проблема а уже потом мы идем от слова сочетания к предложению и даже к каким-то микро диалога то есть вначале научились что for the sins скажем так вот для примера потом сделали предложение потом сделали диалог the dog is barking собака лает опять представьте почему собака лает и кто-то спрашивает например там родитель сына have you taking him или it for a walk no i haven't вот смоделировали и на основе вот этого проиграли эти микро диалоги по по кругу и потом придумайте свои собственные те же самое да посмотрите на образец придумайте собственные далее про что я уже говорил да как-то про про себя на себя спроецировать на свою жизнь а хендер шоу дэй или сколько там чашек кофе выпил а хэв хэд да вот это тоже интересный момент хэв хэд он всегда учеников смущает как такие две формы хэв в одном предложении вот а хэв хэд 2 капсов кофе тудэй и прочее далее сенс и фор вот здесь мы начинаем уже переходить к таким специализированным указателям времени тоже очень большая проблема решается довольно просто сенс мы запоминаем как с какого-то момента то есть можно просто дать подзапись сенс напишите с какого-то момента афор не просто мы говорим for six months шесть месяцев а слово уже решает эту проблему очень эффективно запомните что for здесь можно перевести как уже шесть месяцев то есть если вот это уже хорошо входит в перевод предложения значит вы ставите for а если сын 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 с сын соответственно вот порешали такие простенькие вначале ну я просто понятно что можно было и пять упражнений на одно и то же но я просто ради экономии времени привел по одному поработали со словом со словосочетанием перешли к предложению от предложения перешли уже потом каким-то более крупным единицам и уже на более позднем этапе мы можем прорабатывать отдельно указатели времени в своих пособиях я это делаю так например что разбираем по одному тот же самый just already сделайте несколько примеров на один но мы это немножечко позже увидим здесь все сразу смешано то есть лучше конечно поработать с одиночными вот этими таймапе с а потом их уже вплести в такую канву более виде более больших упражнений но это уже скажем так на таком более старшим этапе делается так далее ну вот это мы тоже потом увидим это из моего пособия для начальной школы как можно сравнить времена что очень важна визуализация и вот в плане present perfect очень хорошо заходит present simple present continuous present perfect there are или там these are some vegetables for the soup the cook is making the показываем процесс и he has made the soup показываем результат но это немножечко позже покажу то есть вот на основе этого можно уже попробовать попросить их составить свои какие-то примеры да и понять есть ли скажем так если понимание у самих учащихся уже темы теперь мы перейдем к отдельным аспектом времени не очень много на эту тему я кстати когда делал видео просто такое учебная по present perfect то оказалось что только объяснение занимает порядка 35 40 минут только объяснение одной темы потому что она очень очень объемная чтение как мы можем поработать вот то что я говорил оба отдельных аспектах чтения говорения аудирования письмо давайте чуть подробнее работа с present perfect в отдельных видах речевой деятельности чтение текст в учебном пособии прочитали что-то обычно если какие-то юниты в умк идут если там разбирается тема present perfect то соответственно давайте возьмем просто подчеркнем посмотрим да но в книжках не надо делать ну хотя бы как-то выпишем случае present perfect давайте посмотрим разберем как это работает с учениками новости из интернет ресурсы на каких-то более старших этапах ребята поищите какие-то новости да на каких-то сайтах на каких-то интернет ресурсах так далее в соцсетях а вдруг там найдется present perfect да вот прям сходу вам может быть время потребуется может сразу найдете я сейчас образцы покажу художественная литература в том числе адаптированная прошли за present perfect читаем какую-то книжечку можно дать домашнее задание обратите внимание найдите поищите present perfect а если уже допустим читали а вы обратили внимание там сам учитель да вот этот случай этот этот давайте разберем эпизоды из компьютерных игр многие игры сейчас сопровождаются субтитрами очень значительная часть ребят играет это я тоже немножечко позже покажу это можно организовать в каком-то интересном формате например если уже совсем никакой мотивации нет но давайте так так кто играет в компьютерные игры так я я я хорошо давайте попробуем поискать вот вам задание сделайте скриншоты из этих игр если там субтитры есть конечно где есть случае использования present perfect потом обсудим отличное задание ну конечно я не знаю смогут ли много учеников такое выполнить но если допустим более старше какой-то этап я думаю что вполне эффективно это может быть и даже можно использовать интернет мемы с present perfect как это набрать тоже можно организовать конкурс давайте поищем интернет мемы до к следующему ну естественно чтобы это было в каком-то нормативном формате без каких таких вот совсем уже вызывающих вещей а нормальные смешные картинки все приветствуются давайте соберем коллекцию потом эта коллекция собрана на уже учителю может пригодится в дальнейшей работе ну давайте посмотрим на пример это отрывок из учебного текста здесь уже сделано look at the high light of grammar examples давайте разберем less's car supermarket has just opened a new supermarket dingley corner почему да just слово новость но здесь правда и present perfect continuous вместе есть но это ничего страшного или второй текст have you thought about replacing it yet три года назад вы купили у нас машину а думали ли вы уже о ее замене то есть за эти три года вот к настоящему моменту возникла ли необходимость замены это пишет им соответственно вот это карделащик автосалон до клиентов и так далее то есть подчеркнули посмотрели обозначили случились случае использования так сейчас я посмотрю чат да пока если у кого-то какие-то интересные идеи можете писать в чат я прочитаю далее это новостные выдержки я специально взял из разных совершенно областей первого вот смотрим да про недавние события remarkable footage of the split olive grove has emerged from turkish south east altinosu district это когда было землетрясение вот это первое большое обнаружилось обнаружился разлом новый новость для нас да вот поэтому случае использование present perfect но это все ученики могут собрать или же учитель представить да смотря какие задачи ставятся или например a brain has been discovered it could be the orders of its kind какие-то там археологические изыскания cnn да то же самое или вот отдельно я взял подборочку про про вермеера да про художника там была выставка и какая-то тематическая вот сколько я нашел случаев использования за present perfect в одной этой статье ну правда статья была немаленькая отличная лексика vocabulary просто идеальный тут очень много интересного pull of the club the year да например можно прокомментировать до значения слов или там has been obsessed with the painter кто-то был одержим идеи этого художника и так далее но это просто как образец уже конкретизация того что я говорил раньше далее компьютерные игры ну вот пример нескольких скриншотов мне правда потребовалось какое-то время пока я на известном ресурсе нашел какие-то там геймплей или walk through прохождение как где есть субтитры вот но нашел несколько вариантов да давайте посмотрим да this is what the most zones look like this place has been abandoned for a while now опять отличная лексика abandoned покинутый брошенный что к этому времени вот этот герой туда добрался и к этому времени уже место было покинуто заброшено течение какого-то периода времени далее то же самое you've earned a break кто-то там хорошо потрудился ты заработал заслужил earn да заслужил паузу перерыв отдых или же i've been watching you сразу здесь present perfect continuous you and your so-called friend you are not the innocent you claim to be не тот невиновный кого за кого-то себя выдаешь you have proven that you'll do just about anything to ensure your own survival proven обрати внимание да на разницу использования игра видимо американская вот поэтому proof proven что обычно мы говорим proof но proven тоже да встречается форма но она чаще как прилагательно функционирует и так далее то есть вот интересный формат но немножечко остановимся на мемах это я тоже специально выбирал да почитаем when someone close you crazy but i had never seen you when you are crazy никогда тебя не видели когда ты по-настоящему сумасшедший ну отличная картинка для понимания или my friend про шрека ну не все молодые люди поймут но тем не менее можно объяснить it's been so long since shrek was released it's been like what nine years it was released 20 years ago показали разницу что давно уже да много времени прошло с тех пор как шека выпустили типа 9 лет нет а уже 20 прошло или какие-нибудь ladies and gentlemen it's with great pleasure to inform you that i have slept for seven hours today ну здесь какой-то наверное контекст есть но можно да каких-то сонных людей представить или i have been on a diet for two weeks until i have lost is 14 days of life был на диете две недели а все что потерял до 14 дней жизни ну и так далее сейчас мы все прочитывать не будем но вообще очень интересная идея использование мемов это я сам задействую в своей практике отклик хороший от аудитории идет или там firefox is frozen would you like to restart firefox замерзла дали самогненно так следующий вид речевой деятельности аудирование ну аудирование в чем заключается мы отдельно не будем останавливаться поиск грамматического явления в аудио и видео фрагментах опять же что-то услышали на что-то наткнулись давайте обозначим то же самое можно задействовать five-minute english six-minute english от bbc да есть такой формат он обычно виде подкастов диалогов и даже tape scripts к нему есть тоже взяли проанализировали вначале послушали проанализировали текст ага давайте посмотрим на present perfect но это понятно что это уже уровень биту примерно необходим и разбор случаев использования обязательно то есть не просто что мы посчитали сколько было present perfect а именно как он был использован почему он был использован что касается письма как вида речевой деятельности мы выделяем здесь искусственные задания и естественные ситуации без искусственных заданий конечно к естественным ситуациям трудно будет перейти что здесь имеется ввиду необходимо для начала поработать таком формате например составить какое-то количество утверждений за present perfect группировка по тайма к сгруппировка позначения временной формы и так далее то есть можно вот поиграться это зависит от учителя этот формат задать n вопросов до количества с использованием the present perfect составить n отрицания что я подчеркивал важность использования всех трех модусов плюсы минусы вопроса формате негатив и так далее до sentences и statements чтобы была примерно равна доля их чтобы навык сформировался полноценным и естественные ситуации это можно сделать формате например письма и электронного письма и кстати это очень хорошо поможет вообще в развитии письменной речи и в подготовке формату уг и игры не только вот давайте посмотрим пример письма который я составил желтым выделен the present perfect то есть видно что немножечко конечно перебор с present perfect но это было именно был именно учебный формат и можно также и учащихся попросить нас и те эту письменную форму тем грамматическим явлением о которой мы сейчас изучаем максимально возможно до максимально возможное количество haven't heard from you for ages i'm happy that you have taken a ping pong почему мы потребили объясните да it's been my favorite kind of sport for four years i'm so glad you have finally send me the photos и так далее i haven't had enough time i have been really busy дальше идет указатель since i have already done lots of mock-up tests можно объяснить тоже хорошая лексика mock-up tests пробные экзамены амина хэдм скорбина в points in math and french и так далее но я думаю вы видите все на экране можно так я думаю это потом будет прочитать и может быть даже мы эту презентацию как-то потом где-то опубликуем и так далее то есть в принципе любой учитель это может сделать там за 10 минут такой образец письма но я имею до 10 минут потребуется скорее на оформление на составление она вот такое красивое оформление более презентабельно далее говорение моделирование искусственных учебных и естественных ситуаций ну мы частично об этом уже сказали и о формате этого используя но один из вариантов заданий я просто не могу много вместить в этот часовой вебинар что применяю я но такие mind maps да то что мы называем причем мы можем взять любую тему то есть пусть это будет набор каких-то вот карточек набор слайдов я не знаю там картинок презентаций например тема холода здесь но давайте вот мы поговорим неважно что сейчас там зима весна если они после лета пришли до или например еще вот давайте попробуем как-то притянуть привязать present perfect к настоящему моменту задействуя вот эти слова play since the mountains да например ну задайте вопрос ты когда нибудь был на море или можно более специализирован так на есть был на красном море ты когда-нибудь видел горы да и ответь пожалуйста i have never seen the mountains i have seen mountains the mountains twice in my life и так далее то есть вот такая тематическая лексика даже может быть очень полезно и вот в любом этом секторе этой mind map можно взять абсолютно любое слово и составить с ним смоделировать какой-то мини диалог или смоделировать речевую ситуацию которая уже будет взята из реальной жизни и конечно это мотивирует но обязательно чтобы была сознательность осознанность почему мы это используем если сюда еще указатели тайм макас добавить вообще будет прекрасно так далее теперь вот мы перейдем к такому явлению которое я называю непрямые указатели на present perfect то что не видят ученики как правило в уг и егэ даже некоторые потому что обычно эти проблемы после уг и уже девятом классе 10 устраняются но тем не менее первое это просто из ридера какого-то people have lived in most parts of the world for thousands of years но здесь еще есть указатель for thousands of years но хотя его тоже почему-то не видят поставьте там главу ли в скобочках достает просто поставим past simple да и все потому что так проще а надо научить дочитать до конца это предложение и вот вообще что касается выполнения грамматической части вот этой грамматики и лексики я всегда прошу их делать так читайте весь фрагмент текста до конца проанализируйте происходящее на временной шкале то есть как взаимосвязаны абзаца есть ли прямая речь если прямая речь что она соответственно отменяет да вот эти вот правила согласования времен и так далее ну вот то есть она уже начинает относить это предложение высказывания к моменту речи они к общей ситуации в тексте поэтому вот это все надо разложить по косточкам и увидели хорошо здесь увидели for thousands of years а с другой стороны вот ниже фрагмент это тоже взято из каких-то заданий формата ога и г outside the usa комикс have developed in different ways но здесь уже это вставлено я это взял в качестве примера могло бы быть и не вставлено комикс вот этот пробел будет идти и в скобках главок develop как это увидеть за пределами сша комиксы развивались различными путями первый вопрос так написали опять develop потому что так проще зачем думать если а вдруг я попаду да добавили окончание идеи здорово а если совпадет то еще и бал получишь на этом экзамене вопрос почему ну ученик естественно задает вопрос а почему не pass simple а давайте подумаем какой будет аргумент комиксы не исчезли они до сих пор есть значит они наверное развиваются до сих пор поэтому есть связь настоящему в эту связь настоящим они должны увидеть между строк учиться видеть между строк когда порешаешь 40 таких примеров вот можно даже отдельно выбрать вот видно что уже хорошо все ребята выполняют да там вот этот угэ но есть какая-то такая статичная ошибка которая никуда не уходит но тот же самый present profit давайте порешаем конкретно вот эти можно даже подборку таких случаях сделать как я вот сейчас это показываю этот вариант сделали еще один еще один и потом они научатся видеть have developed развиваются до сих пор то есть вообще за всю свою историю есть связь настоящий так но это я показывал ради present perfect они ради глагола to be далее еще но надеюсь здесь видно элтон джон из extremely famous british pop star people all around the world of him люди есть живут мире опять связь настоящим что живущие люди мы говорим про живущих людей они о нем наверняка слышали ну здесь конечно можно было через модальный глагол выразить но это понятно что более сложная тема вот мастерфорд мальчик и так далее ну а здесь просто head hurt они слышали о нем тоже вот пример present perfect далее over the past 20 years going to a gym стала здесь уже есть да указатель на 5 его вот он запятой выделен его как правило большинство просто прочитывает проскакивает и так далее связь настоящим так но здесь пробуем это просто чтобы был целостный фрагмент ситуации показал это не то далее обнаружили что прохождение миль на беговой дорожке трэд мил тоже интересное слово можно прокомментировать на из чего на состоит трэд плюс пластмилл о using a rowing machine has many physical benefits попытайтесь увидеть the present perfect что опять связь с настоящим обнаружили кто обнаружил ученые да обнаружили такой не конкретная подлежащая аналог пассивного залога they have discovered новость научное открытие важность результат да какой-то который имеет для нас значение в настоящем так далее стадис хэв опять то же самое это и даже вот видите в рамках одного текста 25 26 27 стадис хэв шоу тоже могло бы здесь быть выделено что хэв шоу и я часто говорю что можно обратить внимание если вы прочитаете целостный текст то вы даже найдете ответы на вопросы что вот эта конструкция абсолютно параллельно 20 ну вот эта первая строчка параллельно вот этой третьей четвертой строчки обнаружили и исследования показали только надо быть внимательным потому что уже сам само задание чат содержит ответы так ну и далее я покажу сейчас просто не в формате презентации о формате pdf на своем экране выдержки касающиеся темы the present perfect в двух пособиях для разного возраста первое это недавно вышедшая книжка вся в двух частях вся грамматика английского языка с упражнениями начальная школа плюс я по ней делал отдельные вебинары но вот мы сейчас отдельно остановимся на present perfect и я покажу как она отрабатывается в этом пособии это будет вторая часть до во второй книге и в пособии для старшей школы и для более старшей возрастной группы то есть это и могут и студенты вуза в колледже и так далее брать так сейчас я открою и продемонстрирую так давайте мы начнем с вами с детской книжки которую на самом деле можно применять ну скажем так даже до седьмого класса примерно потому что там диапазон тем широкий из-за того что захватываются различного мк как бы программы по различному мк учтены и в том числе по этой книге я работаю и совсем со взрослыми начинающими изучать английский язык ну в начале это объяснение здесь идет мы не будем это комментировать просто внешне можно посмотреть да как она подается то есть там всегда идет теория потом практика нас больше интересует сейчас упражнения как отрабатывается запишите недостающее предложение в present perfect ну вот этого повара мы уже видели да то есть я еще раз подчеркну что важно продемонстрировать наглядно использование the present perfect да почему раз два три наличие процесса результат наличие процесса результат и то же самое дальше в такой вот красочной цветной форме и потом естественно вот эта вот книга на это даже написано отдельно было указано что здесь даются идеи упражнений их количество большое но не бесконечно потому что тогда бы книжка просто было не невозможно невозможно было бы ее издать и как-то отредактировать на плане верстки вот поэтому здесь количество упражнений достаточно то есть всего порядка там 450 упражнений двух частях и многие из них дают просто идею то есть вот это упражнение содержит идею на основе которой учитель может дальше работать то есть еще свои примеры или придумайте да по по такой же схеме сами ученики могут это сделать второе упражнение используя опорные слова составьте запишите предложение за present perfect тоже обращаем внимание да просто чисто грамматическая тренировка поставить до третьи формы глаголов использовать от простого к сложному идем постепенно здесь действию про 10 предложений надо захотите добавьте еще 10 да можно даже устно это перевести особенно если уже учащиеся хорошо знают те же самые формы неправильных глаголов ориентируются в этом то устная работа очень плодотворно в этом случае троечка выразите свое несогласие со сказанным по образцу зачем это упражнение просто потренировать отрицание да что хэммэд хэммэд хэсбочт и так далее можно это расширить четвертое упражнение составьте вопросы про что я говорил да вопросы уже на основе предложенных слов потом попросить можно составьте свои вопросы и дальше мы останавливаемся отдельно на каждом time market потому что очень это важно джаст место в предложении чтобы не просто она где-то болталась свободном таком состоянии хочу в конец хочу в начало хочу в середину нет четко в после хэв после вспомогательного глагола мы запихнули джаст опять затренировали коформы и так далее и также мы проходимся по всем указателям recently already yet в минусах вопросах и так далее 1 и 6 хэв бинту побывал где-то и вернулся да тоже отрабатывается конструкция ben has been to moscow but he hasn't been to the link he was in moscow сравнение present perfect possible по образцу можно здесь четыре строчки про себя написать и еще про своих знакомых пожалуйста да можно даже задать вопросы в рамках какой-то группы задайте вопросы по образцу обратите внимание на место слова ever на то же самое ever ever восьмое одиночное отрицание в английском языке в рамках present perfect в рамках этого учебника это тоже большое внимание этому уделяется has never been to это примерно то же самое что has not been to чтобы не употребляли двойное отрицание потренировали влево перешли от него к отрицанию от грамматического от лексического грамматического потом наоборот от грамматического к лексическому потом про что мы говорили for scenes много примеров выберите да отработать если есть ошибки значит надо это не проанализировать затренировать потом уже сами вставьте for scenes в эти предложения сравнение временных форум простое прошедшее настоящее совершенно совершенное у из визитит херграни ласман обратите внимание на указатель времени даже можно попросить их подчеркнуть что еще разочек да про по этому пробежаться выберите правильный ответ такой уже более тестовой форме сравнительно несложное задание но много предложений много пока пойму и дальше как я уже говорил в рамках этой книги всегда каждая тема старается включить в себя предыдущую то есть была у нас тема 17 она включает в себя темы но грубо говоря по возможности 1 16 если это возможно до этого изучались у нас quantify сам они они не не неопределенное местоимение так далее тоже в этой же теме present perfect давайте повторим объектная форма местоимений и уже в конце такое вот переводное упражнение так ну и вторую давайте посмотрим для старшей школы какие здесь виды упражнений есть это урок 7 здесь это именно сборник упражнений подчеркну что есть практическая грамматика для ого и егэ там тоже немного там есть там в основном объяснение идет и некоторое количество упражнений а здесь это чисто упражнение они эти книжки друг друга дополняют present perfect то же самое идея подстановочных таблиц и так далее почему важно потому что много раз они проработают одно и то же да вот большое количество предложений но здесь лексика уже конечно на другом уровне лексически насыщена и лексика я постарался так осовременить ее чтобы все было употребляем опять указатель времени могу немножечко увеличить already yet подстановка да какая-то их already yet перевод переводных упражнений довольно много на этом сейчас у нас уже нет времени останавливаться почему потому что на первом этапе они переводят свои мысли с русского на английский и разговор уже потом в дальнейшем предполагает говорение на английском предполагает мышление на английском но так и к этому мышлению мы можем перевести перейти изначально с помощью перевода далее опять указатели времени опять эти же force ins но на другом уровне перевод на force ins сравнение спас simple да вот этих вот грамматических структур что после since идет по simple have been in have been to have gone to которая в начальной школе она не обязательно там только было have been to а здесь уже три варианта вот такой такое задание что непрямые указатели времени without any obvious time markers пожалуйста да про что мы только что так подробно поговорили и так далее по simple present perfect сравниваем времена большое упражнение дальше present simple present perfect обязательно сравнение группа present present continuous present perfect опять подробно смотрите какого большого размера эти упражнения future simple present perfect даже вот такое можно как-то рядом поставить так например да вот will you send the email once again ты не отправишь это письмо еще раз кто-то там пытался а он говорит i have done this three times уже три раза отправлял и что-то there is something wrong with your mailbox некоторые отдельные такие вещи указатели например что можем использовать present perfect в clauses of time and condition да что предаточные условия времени допускают present perfect но это понятно что уже на более высоком уровне добавляем про те же самые it's the first second time отрабатывается вопросы свин не используют present perfect тоже сравниваем и так далее ну то есть здесь уже такое большое количество упражнений потом сравниваем общее упражнение на использование разных временных форм и так далее перевод и здесь уже у нас идет следующая тема которая в этом юнити была это модальная глаголы то есть вот она идет до present of 20 упражнений большого такого формата обширного вот ну в принципе что еще я хотел бы в самом конце сказать здесь вот я показал пособие да наверняка многие уже с ними работали по грамматике это тест и грамма серия диагностические работы для всех классов практическая грамматика для уга и егэ так сейчас я последнюю саму строчку крови еще разок вот вот эта новая книжка вся грамматика английского языка с упражнениями и чтобы я хотел сказать что есть группа вконтакте можете подписываться буду всегда рад личному общению можете найти меня вконтакте это я даже вот скопирую в на чат там если кому-то интересно то можете перейти я всегда рад какой-то возможности общения если какие-то вопросы возникают обратная связь и так далее это всегда очень важно для авторов так вот я наверное даже два раза получилось ставить да со ссылками благодарю всех за внимание кто сегодня нашел время поприсутствовать на вебинаре надеюсь информация была полезна до новых встреч до новых встреч друзья я